Всем привет, ребята! С вами Умный Фломастер. И сегодня мы будем рисовать песочные часы, будильник и электронные часы. Первые песочные часы в мире появились в XIV веке. В исторических документах осталось упоминание о приспособлении, принадлежавшем королю Франции Карлу V. Хотя некоторые исследователи уверены, что принцип работы таких часов был известен еще до нашей эры. Долгое время песочные часы использовались на плоти, так как они не боялись качки судна на волнах. Но далеко не все виды песка подойдут для часов. Если песчинки окажутся слишком граненными, они будут с затруднением проходить через перемычку. Зато идеальным вариантом считаются мраморная пыль и круглый речной песок. Недостатком песочных часов является то, что на холоде они идут быстрее, чем в тепле. Это связано с воздействием температуры на песок. При ее повышении он немного увеличивается в объеме. Еще одна неточность связана с тем, что песок постепенно истирает слой стекла, что приводит к расширению перемычки. В результате часы начинают идти быстрее. А также символ песочных часов используется операционной системой Windows для сообщения об ожидании ответа системы. Ну а самые маленькие песочные часы изготовил изобретатель из Гамбурга. В 1992 году общественности были представлены часы высотой 2,4 сантиметра. А вот рекордсменом среди песочных часов стал экспонат в музее песка в Японии. При высоте в 5,2 метра в диаметре 1 метр эти часы рассчитаны на цикл в 1 год. И начали они идти в 1991 году. А вы знали, что всего 82% жителей России имеют на своей прикроватной тумбочке будильник? Для сравнения, в Германии будильники используют 97% населения. Австралийские ученые не так давно сделали прорыв в этой области, создав будильник, который может будить задремавших за рулем водителей. Когда будильник фиксирует момент засыпания водителя, он издает аудиосигнал или открывает окно для того, чтобы впустить свежий или холодный воздух. Есть даже ругательный будильник. В обычное время он может отвечать на вопросы о том, сколько сейчас времени. Но когда придет время подъема, готовьтесь услышать в свой адрес нецензурные выражения. Древнегреческий философ Аристотель, если решал ненадолго вздремнуть, пользовался очень оригинальным будильником. Он брал в руки металлический шар, а рядом ставил медный поднос. Вот и вся хитрость. Как только Аристотель крепко засыпал, шар падал из рук, ударяясь о медь, издавал такой громкий звук, что не проснуться было просто невозможно. А вот в древнем Китае в качестве будильников использовали горючие палочки и смесь смолы и опила, к которым ниткой привязывали грузик. Палочку поджигали, и когда она догорала до нитки, пережигала ее. Груз падал на металлическую подставку и будил человека. Первый в мире будильник, который можно было настроить на любое нужное время, запатентовали в 1847 году, и этим человеком был француз Антуан Радье. Также существуют специальные подушки-будильники для глухих людей. Такой будильник начинает гибрировать, сдуваться и надуваться, пристиг голову спящему при этом. Один из чешских коллекционеров имеет собрание из двух тысяч будильников. Своё имя он предпочитает не называть, представляясь кратко, господин будильник. Собиратель опасается, что лишняя реклама может привлечь внимание преступников, которые украдут его сокровища. А сейчас мы рисуем электронные часы. И первые электронные часы появились в 1971 году в Швейцарии. А в 1972 году были выпущены первые наручные часы с солнечными батареями. Позже, в 1975 году, были созданы первые наручные часы-калькулятор, которые тоже были светодиодные. Ну вот и всё, ребята. Сегодня мы с вами нарисовали часы и узнали очень много фактов о них. С вами был ваш умный фломастер. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Всем до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok